Всем привет! С вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру по названию Fear and Hunger 2 Термина. Итак, сегодня я начинаю новое прохождение, буду проходить игру за Марку, я уже все решил, короче, я сначала думал-думал, может за Леви поиграть, хочу сыграть за Марку и сделать из него прям машину, короче, машину для убийства врагов. У меня даже есть идея по поводу прокачки. Так, выбираем стандартную сложность. Пропускать вступление я не буду, я даже не знаю, читать, не читать, по идее я все это видел, пропустить истории персонажа нет, потому что мне нужно некоторые способности получить. Успокаивающий звук железнодорожных путей. Вы не привыкли к такой мирной и безмятежной атмосфере. Вы погружаетесь в свои мысли и вспоминаете, что привело вас к этому моменту в жизни. Большую часть своей жизни вы знали только улицы Ватикана. Это первый раз в вашей жизни, когда вы путешествуете так далеко от его узких и многолюдных переулков. В других местах все выглядит не так причудливо. Путешествия переоцениваются, думаете вы про себя. Из своих самых ранних воспоминаний вы знаете, что проводили время со своими родителями, а после их внезапно не стало. Вы не можете вспомнить, что произошло, но с какого-то момента остались только вы и ваша сестра против всего остального мира. Вам было всего 10 лет, но вы должны были как-то зарабатывать на жизнь. Стать карманником, стать грабителем. Так, стараться вести честную жизнь. Если я выберу стараться вести честную жизнь, мне дадут 10 монеток или может 20. Там то ли 10, то ли 20 монеток дадут. В принципе, мне это ничем не поможет. Стать карманником это способность кража. Она мне тоже не нужна. А грабитель? Грабитель вроде бы выламывать двери можно. Да, вот, взлом. Ну, точнее, не выламывать двери, а взламывать двери. В Ватикане было полно уличных детей, похожих на вас, и вы в мгновение ока научились премудростям этого ремесла. Вы попробовали свои силы в взломе квартир и краже всех ценностей, находящихся в них. Какое-то время это работало, но вас слишком часто ловили на месте преступления, после чего избивали. Улицы жестоко воспитали вас, но повзрослев, вы заметили, что начали превосходить тех, кто издевался над вами раньше. Если кто-то все еще пытался поступить с вами грязно, вы быстро могли дать им почувствовать вкус вашей справедливости. Из-за вашего роста и навыков в ведении боя вы начали привлекать внимание местных уличных банд, которые пытались завербовать вас в качестве своей грубой силы. Вам это никогда не казалось правильным. У вас слишком много раз вымогали вашу жалкую зарплату. Вы не хотели делать то же самое ни с кем. Но отказы от предложений банд только навлекли на вас больше неприятностей. Почти каждая вторая ночь заканчивалась уличными драками. В какой-то момент вы поняли, что больше участвуете в драках, чем занимаетесь реальной работой, не говоря уже о том, что именно за них вы получаете больше учащих денег. Вы начали рассматривать борьбу как свою профессию. Может быть, стоило бы вложить в нее больше средств? Вы начали тренироваться более регулярно и соблюдать строгую диету. Тренировать силу? Я не помню, это вроде бы точность повышает. Набрать массу? Это мне дадут... Набрать массу? Это мне дадут вроде бы ХП дополнительно. Улучшить свое маневрирование? Это ловкость. Тренировать свою выносливость? Вот это я не знаю, что... Так, подождите, массу или выносливость? Плюс, блин, мне нужно ХП плюс 25, но и сила тоже. Ну, сила там вроде бы точность, там не прибавляется сила атаки, а именно точность прибавляется. То есть я чаще буду попадать вроде бы как. Набрать массу? Я не помню, что масса дает. Выносливость это вроде бы здоровье или масса здоровья. Вот в чем прикол. Давайте выносливость. Вы начинали свои дни с того, что плыли по Тибирийской реке вверх по течению 10 тысяч ступеней покаяния, расположенные в самом центре города, стали вам почти родными. День и ночь вы бы бегали по этим ступеням вверх и вниз. В конце концов, ваша выносливость сильно возросла, и в следующих боях вы легко наносили на один или два удара больше, чем могли до этого. Я думаю, это ХП. Да, я вроде бы не ошибся, я правильно вроде бы выбрал. Вы хорошо держались в драках настолько, что создали себе небольшую репутацию на улицах. В мгновение ока вы перешли на подпольные боксерские ринге, где на кону было больше денег и меньше риска от того, что соперник вытащит нож в середине поединка. Пока вы сражались на ринге, ваша сестра выросла в красивую молодую женщину, которая привлекла самых разных поклонников. Это сулило бы неприятности, если бы не ваша противоречивая репутация. Большинство уличных головорезов знали, что им придется отвечать перед вами, если они попытаются сделать что-нибудь хитрое. Это не означало, что не было тех, кто пытался, но она начала сближаться с известным мафиози Рикардо Аккардо. Он был наследником ветви семьи Аккардо. Семья была организованной преступной группировкой, действовавшей в Ватикане. По сути, семья была мафией, но у них также были глубокие связи с церковью, которая в свою очередь управляла страной. Так что все было немного сложнее, чем казалось. Блин, какая мафия может быть в Ватикане? Это же вроде как маленькая страна. Ну, в принципе, здесь может быть она и больше, но в реальности она маленькая. Я думаю, что это самая маленькая страна в мире. Несмотря на то, что Рикардо был мафиози, он казался достаточно порядочным человеком. У него была кокетливая и льстивая манера говорить, и в целом он ладил со всеми. Он обратил внимание на ваши навыки и попытался так ненавязчиво завербовать вас в свои ряды. Вы вежливо отклонили это предложение. Поскольку вы не приняли это предложение, Рикардо преподнес вам на блюдочке другое решение. Он предложил свести вас с настоящим тренером по боксу, чтобы вывести вас на следующий уровень. Вы снова отказались, но ваша сестра настояла, чтобы вы хотя бы попробовали. Вы согласились. Только переступив порог спортзала, вы почувствовали атмосферу профессионального спорта. Тренер, пожилой джентльмен, у которого был впечатляющий послужной список предыдущих учеников, был впечатлен вашими незурядными навыками. Он думал, что лучший способ продвинуть вас дальше, это выбрать будущую специализацию, специализироваться на точности, на уклонении, на обороне, на атаке. Так, мне нужна атака, выброс адреналина. О, отлично, вы изучили выброс адреналина. В принципе, я все эти навыки могу изучить. Его методы оказались эффективными. Вскоре вы провели свой первый настоящий бой на ринге и выиграли его с относительной легкостью. Ваша сестра и Рикард были рядом, чтобы поздравить вас. Вы продолжили свою серию побед. Шумиха вокруг вас росла. Постепенно даже вы начали верить в свою отличительность. Рикардо умел организовывать большие матчи один за другим. Вы стали проводить больше времени в семейных апартаментах с Рикардо и своей сестрой. Сами того не замечая, вы были втянуты в криминальный мир. То, что начиналось как дружеская помощь, стало более частным явлением. Вскоре Рикардо показал свое истинное лицо. Он готовил вас к судьбоносному боксерскому поединку. Очевидно, что вашим следующим оппонентом будет бывший член семьи, который порвал все связи с организацией. Вашей задачей было убить его в боксерском поединке. Вы вежливо отказались, но в этот момент пути назад уже не было. Рикардо напомнил, что он поселил вашу сестру в свою квартиру, и она почувствовала отказ на своей шкуре, если вы не подчинитесь. Вы не знали, что делать. Вскоре вы оказались на ринге с бывшим членом семьи, и прозвенел звонок. Он был жестоким противником, но вам удалось взять над ним верх. Вы смогли отразить одну из его атак и ударом отправить его в нокаут. События разворачивались как в замедленной съемке, когда вы увидели, как Рикардо в вашем углу кивает с лукавой улыбкой. Вы продолжили бить, нанося один удар за другим. И еще, и еще. Вы не остановились даже тогда, когда мужчина упал на землю. Рефери пришлось с усилием оттащить вас, прежде чем вы остановились. Дело было сделано. Вы убили человека. Это упустошило ваш разум, но вы держали все это внутри. Это было только начало. У Рикардо было много грязной работы для вас, и на данный момент у него было много рычагов давления. Ваша сестра была последней его надеждой каждый раз, когда вы колебались. Все должно было измениться. Так, забрать свою сестру и бежать из страны. Этот план побега я изучу, а избавиться от Рикардо это, типа, убийственное намерение, и мне, в принципе, этот навык тоже особо-то и не нужен. Так, ладно, избавиться от Рикардо. Убийственное намерение. Рикардо осерегался вас. Казалось, он чувствовал ваше убийственное намерение за много миль, и именно поэтому он изо всех сил избегал встреч с вами наедине. Однако, он был слишком самоуверен, чтобы считать все серьезной угрозой, как будто вы были у него под кублуком. Это оказалось смертельной ошибкой для него. Вы должны были встретиться с Рикардо и дюжиной его приспешников в местном клубе, чтобы обсудить очередное задание. Вы ждали возможности увидеться с ним наедине, но такая возможность так и не представилась. Справедливо, подумали вы. В тот момент, когда вы подошли к нему на расстоянии удара, Рикардо на мгновение осознал, что происходит, но вы тут же сбили его с ног. Маленький крысеныш попытался ускользнуть, но вы схватили его за горло и продолжали швырять на пол, пока тот не перестал двигаться. В своем гневе вы подняли его и перебросили через перила. Он упал со второго этажа в центр танцпола клуба. Вы видели, как он упал головой в землю. Ваш план удался. Выбраться из клуба было делом второстепенным. Вам пришлось пробиваться сквозь толпу головорезов Рикардо. Каким-то образом вы выбрались через черный ход с незначительными травмами, а после убежали так быстро, как только могли. Вы сбежали с места преступления. Проблема заключалась в том, что теперь за вами охотилась и семья, и правоохранительные органы города. Как раз в этот момент вам позвонила ваша сестра. За несколько дней до этого ее отправили на летнюю виллу Рикардо в сельской местности Валланд. Вы объяснили ей ситуацию и вместе решили встретиться в стране Рондон. У вас больше не было возможности жить в Ватикане. Вы должны были действовать быстро, прежде чем полиция найдет вас. Что вы взяли с собой перед отъездом из города? Медицинские товары. Вы сели на первый поезд, который покидает страну. Пунктом назначения был малоизвестный маленький городок под названием Прехивили, в стране Богемия. Вы понятия не имели, где находится это место, но решили, что сможете лучше спланировать свою поездку, как только доберетесь туда. Конечно же, сохраняюсь. Так, пропустите вступление. Да, пропустите. А там ничего нового я не узнаю. Вы внезапно просыпаетесь. Было ли это все сном? Поезд, кажется, остановился. Так, расписной фонарь. Так, патроны. Так, флакон с маслом. Так что, должно быть, это лучший план действий на данный момент. А, это... Это Дан, говорит. Вы прерваете дискуссию. Короче, диалог я с ними вести не буду, потому что я уже вроде все варианты рассмотрел, которые может он сказать. Вроде как. Некоторые варианты у всех персонажей одинаковые, некоторые отличаются, но у Марку я вроде бы все варианты, которые отличаются, уже перепробовал. О, здоровяк проснулся. Не обращайте на меня внимания, я пойду своей дорогой. О! Итак, а какие у меня планы? Во-первых, сразиться со слоном. Так, у меня есть 25 дополнительных единиц здоровья, но почему-то они не заполнены. А еще у меня 90% голода. Так, во-первых, Генрик. Я бы сразился с Генриком, но в будущем лучше сразиться со слоном. Да. Я помню, что Карин появлялась, блин. Нашла за мной. А сейчас она что-то не идет. Так, сразу же первым делом я постараюсь сразиться с Карен. Скарин. Так, и можно попробовать, кстати, сходить в церковь. А, посмотрите, что будет. Я думаю, что вот эта девушка с длинными черными волосами еще не успеет убить отца Марины. тухлое мясо. Так, странно то, что Карин сюда не пришла. А, вот она идет, идет. Так, подожди. Просто промолчим. Что тебе? Так, нож. Нет, нож мне не нужен. А, сразу же попробуем ее атаковать. По рукам, что ли, бить? Давай по рукам. Попала. Блин, наверное, по телу надо было бить. Блин, серьезно, надо было по телу бить, а не по рукам. Так, обыскать. А, хирургической пилы у меня пока что нет, поэтому голову забирать не буду. Так. Так, раз пилы нет, значит, мне и жителей нет смысла трогать. Так. Мясной пирог. Неплохо было бы найти какую-нибудь броню хорошую. Это раз. Во-вторых, мне нужен медальон, нет, амулет маленького существа. Тоже было бы неплохо его найти. Руна морского дракона, амулет маленького существа и еще что-нибудь полезное. Например, Око Сильвиан. Танаку я трогать не буду, потому что мне пригодится для того, чтобы выманить Павла. Вот же блин. чёрт. Чёрт. Я не хочу с тобой сражаться, отстань от меня. А, похоже, он меня заставит сражаться с ним. Так, ну... Мне остаётся только бить ему по телу. Я его не добил, к сожалению. Капец, столько проблем. Так, я зелёную траву собрал же? Да, собрал. Синий флакон. Сразу посмотрим, если я алхимелию найду, то скрафчу... Ну, то есть, если я найду нужную версию, нужный том алхимелии, то я скрафчу голубой флакон. Если не найду, я так использую. Два синих флакона. Так, по идее, вроде как мелочь на меня не должна нападать. Они наоборот должны меня бояться. Так, синий флакон. Так, мясной пирог. хирургическая пила. Ну, неплохо имеет запас. Так, подобная мелочь меня должна наоборот бояться. Так, решка и сучкоруб. синий флакон. Так, на синий флакон им не ведет. Пока что. Так, очищающий талисман. Так, здесь всякий хлам. Рецепт... А, это рецепт, не алхимелия. алхимелия том 3. Алхимелия том 3. В случае, это... Да, это то, что нужно. Вот это мне подфартило. Но, самое главное, мне сохранить прогресс. потому что найти алхимелию том 3. Это полдела. Теперь нужно сохраниться. Так, отлично, я могу взламывать рецепты. Отлично, теперь у меня проблем с едой не будет. Орел. Две счастливые монеты, которые мне не нужны, по сути. Подарящие таблетки. Лаванда. Так, теперь я могу спуститься в подвал. так, эту дверь нельзя взломать. Так, я не помню, что у нас там было. А, металлолом. Так, а какие у меня планы на раскачку? Во-первых, я хочу прокачать медитацию, и плюс усиленную медитацию. Также неплохо было бы прокачать оккультизм. чтобы у меня сразу два очка концентрации было в начале боя. Тоже пригодится. Так, собираем стекла, стекла могут пригодиться. Так, четыре шиллинга, флакон с маслом. Альмер всемогущий, ты напугал меня. Не подкрадывайся ко мне так. А теперь, если ты меня извинишь. Так, он мне даст ключи от канализации. Хотя я в канализацию могу попасть с помощью своего навыка взлома. что-то делаешь. Ты в порядке? Ты это слышишь? Я слышу бой часов, но я черта не вижу. Я чувствую запах розмарины и чеснока. Я умираю с голоду. У него безумное выражение лица. вы замечаете, что его глаза смотрят прямо сквозь вас. Я чувствую это по запаху. Определенно, тебе меня не одурачить. Очнить. О! О! Извини за это, я не знаю, что на меня нашло. Сначала я просто погрузился в свои мысли, но затем эти мысли поглотили меня. Что-то не так с этим местом. Я пришел сюда, чтобы найти что-нибудь поесть. Не только для меня, конечно, еду для людей в поезде. Я решил, что это мог бы быть мой способ помочь всем в этой ситуации. Ты видел еду на обеденном столе? Раньше это было по месте мэра. Должно быть, он где-то прятал всю еду. Помоги мне найти хранилище для продуктов, и мы выберемся отсюда. Помоги мне найти хранилище для продуктов, и мы выберемся отсюда. Я нашел хранилище продуктов, оно внизу. Нашел? Показывай дорогу. Джекпот! Это оно! О, эта штука, это знаменитый богемский трюфель. Мэр, должно быть, собрал все это воедино, когда все вышло из-под контроля. А ты мог бы забрекародироваться здесь на месяц, когда вокруг столько вкусностей. Я соберу ингредиенты для отличного ужина. Насколько, для скольких человек? Может быть, 14, на всякий случай? Да! Эй, я тоже нашел кое-что интересное. Может быть, ты найдешь им применение? Ключи от канализации. Полагаю, ты мог бы добраться до города с этими. В любом случае, увидимся у поезда через минуту. не забудь присоединиться к ужину. Да, фух, я уж думал, он сейчас меня телепортнет к поезду. Я просто не помню, телепортировали меня к поезду или нет. Хорошо, что не телепортировали. Так, у меня есть капкан? Отлично, есть капкан. Так, мне нужно что-нибудь поесть. давай, вставай, пошли. Что там встал? Давай, иди. так, камень-душ. И время начать собирать голову. Они мне нужны для прокачки. Так, ну-ка, что у нас тут? А, главу хера. Ну, отлично. Неплохо. так, мясной пирог. Красная трава, красная трава. Она мне еще пригодится. Так, пускай будет орел. Блин, решка. Опять решка. Так, череда везений закончилась. Так, оружие я не буду брать в руки, потому что я кулаками больше урона наношу, чем какое-либо стандартное оружие. Конечно, какое-нибудь топовое оружие по типу серогильского копья и черной стали будет наносить куда больше урона. Но пока их у меня нет, мои кулаки будут эффективнее. так, мне еще надо тухлое мясо собрать. Хотя бы две штуки. Так, это винтовка. так, он меня просто боится. Пока что я не буду с жителями сражаться, потому что мне нужно хп сэкономить на битву с этой девушкой с черными волосами. Надеюсь, она еще не обратится в дезимофобию. Если она, конечно, там будет. так, ладно, пошел я отсюда. Так, стоп, а мне не обязательно через канализацию идти, я же могу через... А, нет, не могу. Там нужен навык короткое замыкание. de Минь, пробует... Игорь, , Так, тихо Просто убегаем А, я не успел прочитать Я использовал навык или ключи Блин, третий орешек подряд Так, стоп, откуда ты здесь взялся? Никогда же здесь не было соседа Так, синяя трава У меня уже тут все подсчитано Я знаю, как мимо этих соседей пройти Просто бежим, и он меня не замечает И по идее я могу спокойно обыскать Даже вот эти коробки Ну, ящики Так, грибное рагу Ну, еда у меня есть теперь На первое время А, неплохо было бы, наверное, найти Броню какую-нибудь хорошую Орел Три решки подряд Четыре решки подряд уже Да, это череда невезения Так, маленький ключ Светло-голубой флакон Есть аптечка Это уже хорошо А, черноволосая девушка Пожалуйста, подождите Нет, она превратится в диземофобию Пожалуйста, подождите Отец-домик Вы, отец-домик Не так ли? Ваша дочь Вот почему я здесь Марина Из-за нее Я здесь Из-за Марины Блин, не трогай О чем ты там бормочешь? Говори Я здесь из Марины Этот человек Умер в моих глазах Вместе со своей матерью И их маленьким Грязным секретом Какой позор Избрать такой трусливый путь В любом случае Марина находится далеко Ты не найдешь ее И его здесь Эк Ты последняя Что встает между Мариной и мной И она Придет сюда Так И она придет сюда В любой момент Ты должна исчезнуть Чтобы она была По-настоящему А Это Это говорит черноволоса девушка Ты должен исчезнуть Чтобы она Была по-настоящему Счастлива Прежде чем Она доберется сюда Мне нужно это сделать Что ты сказала? Ты сказала, что она здесь? В Прехвиле? Ты заставила ее пройти Через столько трудностей? А Ты заставила ее пройти Через столько трудностей А Это То, чего Она бы Хотела О чем Черт возьми Ты говоришь? Говори Грязная девка Кака Убери от меня Свои руки Не прикасайся ко мне Глупая девчонка Ты не знаешь С кем имеешь дело Не надо Ты что Настолько тупая Что ты сказала О Марине? Эйк Ты грязная Из Вавилона Так Синяя трава Блин Я думал Может Ну ладно Хорошо Она в любом случае Превращается в дезимофобию Как бы я бы Не хотел бы Так Ну раз На то пошло Почему бы мне Не сразиться С желтым магом? Точно Я же хотел Сразу же В первый же день Идти желтого мага Убить Чтобы потом Изучить его Навык медитации И К счастью Мне повезло Я до церкви добрался Это то что нужно Я так и планировал Кстати Правда я Собирался идти В совершенно другой бункер На противоположную сторону Карты Даже на противоположную Угол карты Прости меня Отец Ибо я согрешил Вот как Итак Скажи мне Какие самые мерзкие И Презренные поступки Ты совершал Чтобы Альбер мог Отпустить твои грехи Конечно А Я был нечестен Это довольно Обширная тема С кем ты был нечестен? Я бы Преподчал Не говорить Достаточно Справедливо Как бы ты Оценил Эту нечестность? Это просто Это просто Ложь во спасении Или Скелет в своем шкафу? Просто ложь во спасении Нет Обычная ложь Маленькая Маленькая Обычная Конечно Все это Носительно Даже Обычная ложь Может быстро Разрастись В масштабах И стать Серьезной проблемой При Правильных Или неправильных Обстоятельствах Ты все еще Держишь это В секрете Для себя И Или Это стало Достоянием Общественности Тебе поймали На лжи? Вот что я пытаюсь Сказать Я унесу это с собой В могилу Хм Понимаю Проблема с нечестностью И ложью В том Что Ты никогда Не сможешь Избавиться От нее Пока Не признаешься Во всем Нечестность Это Парадоксальный грех Поскольку Единственный Кто по-настоящему Страдает от этого Это ты Оно разъедает Твою суть И разум После признания Это перестает Быть ложью И вместо этого Принимает Новую форму Оскорбления Нарушение границ Или Предательства И И простить Прощение Только люди О которых идет речь Могут помочь тебе В этом Боги не могут Предложить прощение От имени других По-моему Ты хороший человек Дитя мое Вы чувствуете Как будто С ваших плеч Свалился груз Как будто Ваши грехи Были опущены Отпущены Ваши признания Укрепляют Вашу близость С Альмером Это была шутка Я пошутил Прошу свои извинения На самом деле Я не жрец Альмера Это была Слишком хорошая Возможность Чтобы ее упустить Я мог бы Узнать тебя Настоящего Я чувствую себя Использованным Я ни в коем случае Не хотела Обесценить Твои проблемы Пока продолжается Фестиваль Ты не можешь Никому По-настоящему Доверять Так что Я подумал Что сыграть Маленькую шутку Не будет Слишком обидно Что ж Я получил Необходимую Мне информацию Думаю Сейчас я должен Продолжить Своё путешествие Время Это совсем Тот Время Это совсем Не тот ресурс Которым мы Располагаем В избытке Напасть на него Я не осознал Что это так Оскорбительно Блин Я лишился руки К сожалению К сожалению Блин Если бы я сразу Потел Атаковал У меня Больше Было бы Шансов Так Ну ладно Не всё Потеряно Я не Собираюсь Двуручное Оружие Пока что Использовать И теперь Я знаю Что можно Конечности Восстановить С помощью Голубого Флакона Отлично Амулет Маленького Существа То что нужно Всё Мне определённо Нужно Сохраниться Я уже Одной Руки Лишился Так Орёл Пятая Решка Подряд Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так, я планирую сразу забрать татуэтку. Так, ничего, я попытаюсь выбить. Так, стоп. Блин. Дурацкая улитка. Я попытаюсь выбить Библию Сильвиан. Он караулит выход. Что мне делать теперь? Ты что, дурак, что ли? Так, надо привлечь его внимание. Ты что за фигня? Он заглючил. И что мне теперь делать? Я не хочу с ним сражаться. Вот в чем беда. А это единственный проход. Неужели я разглючил? Я три патрона на тебя потратил. Впустую. Давай, выходи. Не можешь? Серьезно. А, я не могу винтовку держать. Блин, обидно. Блин, что он делает? Ты отстанешь от меня? Я просто хочу уйти. Черт. Блин, я не хотел с тобой сражаться. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, синяя трава. Так, отлично. Его развели. Черт. Фух. Фух. Самое сложное я выполнил. Так, теперь нужно вернуться. Потянуть. Так, и я знаю, где Леви, кстати, искать Так, стоп Нет, я вернусь назад, а мне сейчас нужны головы Чтобы прокачать свои способности А еще мне нужно сохраниться в книжном магазине Так, ты кто там такой? Мне показалось, как будто здесь кто-то ходил Так, обидно то, что я лишился руки Ну, я буду выбивать Библию Сильвиан Так, вяленое мясо Отпилить ему голову Так, ладно А с мерзостью я, наверное, сражаться не буду Потому что есть вероятность того, что монетка выпадет ненужной стороной Даже вторая Даже если я две монетки подброшу Может, например, выпасть две решки, а я выберу орла А мне бы хотелось бы сохранить прогресс Ну, сейчас я прокачаю, короче, все навыки, которые доступны марку И ловкость плюс один надо прокачать Блин, я ловкость плюс один не прокачаю К сожалению Я не стал трогать Атанаку Потому что он мне нужен для того, чтобы Павла выманить Так, ну Я, кстати, в принципе могу и Леви одолеть Но тогда, блин, мне Каллигуру не поймать Придется ждать вечера второго дня И сражаться уже с монстром А мне неохота сражаться с монстром Поэтому Леви я оставлю на второй день Так Пока что у меня есть только одна голова Участника фестиваля Я просто сейчас высчитываю Типа, стоит ли мне покупать Библию Этого, как его Бога страха и голода у Покеткэта или нет Или попытаться ее выбить через книжный шкаф И, скорее всего, я буду выбивать через книжный шкаф Потому что на данный момент у меня нету Третьей головы Ой, даже второй нету У меня только одна голова Будет Пока что я только устранил Карин Так, с рыжьем я пока что не хочу трогать мужика Буду надеяться, что я ему Блин, не... А, все, отлично Так, защита Так, а мне медитация, кстати, еще нужна Точно, мне нужна еще медитация А мне не хватит голов А где я еще священника могу встретить? Блин, нигде Далеко они все находятся Один в приюте Другой В церкви Но мне придется еще в приют сходить Для начала Собрать две оставшихся статуэтки А там кто-то есть А, без разницы Так, орел Издевательство, шестая решка подряд Гарантированно получаю оккультные гримуары Которые мне, в принципе, не нужны Так, сколько у меня есть Голов? Десять Это три навыка Медитация На медитацию только два навыка уйдет Так, я бы еще какую-нибудь защиту Медитацию и защиту хочу прокачать Так, три навыка А у меня есть один камень душ Так, у меня есть один камень душ И сейчас надо сразу скрафтить Камень душ А то потом я могу Забыть Что-то он какой-то агрессивный Так, орел Светло-голубой флакон Книга просветления Так, защита Так, а у меня есть Этот Мел Надеюсь, у меня есть мел Есть Отлично Два шиллинга Отпилите ему голову Так, они меня боятся Так, а вот с женщиной С двумя ножами Я сражаться не буду Потому что она меня может заразить Гангрены, блин Так, еще мало того Я могу получить кровотечение И она меня может убить Потому что она наносит Очень много урона Да, жаль, что я сюда пришел через канализацию А не через верх Сейчас бы ворота в город были бы открыты Так, грибной рагу Стоп, ты кто? Ай, блин Я не успел До него добежать Точно У меня же есть болторез Ты куда пошел? Может быть, если бы я к нему подбежал Да нет, вряд ли Это катсцена Так, значит, раз Блин С лесорубом Я не хочу сражаться А только там есть круг Так, стоп Стоп, 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 стоп У меня нет тухлого мяса А может быть и есть Блин, есть Капец, зря урон получил Так Тут еще должен быть один житель Я его что-то не нашел Так, не понял Это камни Мне показалось, что он за машиной прячется Вот он Вот всегда бы так наносил бы Урон Вообще проблем не было бы А, да, кстати Здесь же еще есть книга Ну, книжная полка Может быть, выпадет какая-нибудь полезная Книга Наподобие Библии страха и голода Или Библия Сильвиан Так Так Человек из снов К сожалению Нужной Библии Не выпало Так, ну что ж Ладно Пойду сохраняться Обидно Обидно то, что я, конечно, руки лишился Можно сказать, что в самом начале Но я буду надеяться, что мне еще выпадет Библия Сильвиан Сейчас я обменяю головы На осколки камней душ И можно будет сохраниться И завершить серию Опять серия получилась Слишком длинной Я ее, наверное, не буду делить На две части Так Крафтим Так Камень душ И сохраняемся И большую Ну, не большую часть А уже Два А, двоих Я только двоих победил Ну все равно Это уже хоть какой-то прогресс Так Ну что ж На этом все Всем спасибо за просмотр С вами был Роман Раскольников До встречи в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok